Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. Совсем недавно курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проходили корабельную практику на Тихоокеанском флоте. Практика эта проходила полтора месяца, и это уже не первый год, когда курсантов отправляют на такие ответственные задания. Поэтому у нас есть возможность сегодня поговорить с непосредственными участниками этой экспедиции, Анатолием Грань и Аркадием Крупиным, курсантами ДВОКУ подразделения морской пехоты. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вот с морскими пехотинцами, учащимися, я еще, честно говоря, ни разу не удавалось с ней поговорить. Я смотрю, люди, вы серьезные? Я так понимаю, что профессию эту выбрали не случайно? Правильно? Нет, конечно. А что повлияло на выбор? Потому что, мне кажется, морской пехотинец, это такой совершенно особый человек, и это надо прям любить. Что любить только? Свою родину, скорее всего. А вот так вот, да? А у вас какой взгляд, Анатолий, на это? Ну, я считаю, что морская пехота является самым элитным подразделением в российской армии, и быть морским пехотинцем – это просто честь для меня. Вот мы говорим, с одной стороны, постоянно, что хотеть нужно, да, а с другой стороны, а ведь не всех берут. Вам легко было поступить или нет? Ну, для морского пехотинца, во-первых, это, главное, физическая подготовка, чтобы была она в высшем уровне, а дальше уже знание, практика, вот, и после чего уже будут войска. Вот смотрите, вы сказали про то, что ты действительно элитная такая часть, да, в военной жизни, морские пехотинцы, и при этом в учебном процессе отличается ли как-то вот этот вот именно элитная составляющая, особенная или нет? Да, конечно, отличается, отличается тем, что в других подразделениях, допустим, нету десантной подготовки и корабельной практики, а у нас это все есть. Прыжки с парашютом, морские походы, это и есть, как бы, отличие от остальных. Причем морские действительно походы, то есть они не быстрые, да? Сколько времени в общей сложности, получается, были? Полтора месяца были в морях. Ну, я так понимаю, так как вы третий курсники, практика это у вас первая, да? Ну, для нас, да, это, получается, была первая такая вот серьезная, более серьезная практика, которая прошла за 47 суток. Можно ли к этому подготовиться и морально, и физически? Потому что я понимаю, теория теории, но на практике, как правило, все оказывается совершенно иначе. Не, ну, конечно, но у нас есть также товарищи, которые со старшего курса, и, ну, по ихним словам, они говорят одно, а на самом деле оказалось намного более интереснее. То есть никто тут не подготовит, да, к тому, с чем сталкиваетесь в реальной жизни, правильно? Хорошо, теперь давайте расскажем, где вы путешествовали, на каких морях бывали за эти полтора месяца? Прошли через Филиппинское море, Японское море, потом Охотское море, Тихий океан зацепили. То есть также у нас там было еще Южно-Китайское море, мы проходили мимо, недалеко от Южного Китая. Затем через участок Тихого океана мы вернулись обратно в воды Российской Федерации. Я понимаю, что во время такой практики мало что видишь, несмотря на то, что вы вроде рассказываете, но столько морей прошли, красивейших мест совершенно. Не, ну, красиво с одной стороны, где, ну, видно что-то, большинство времени был просто океан вокруг. Ну, а когда было на что посмотреть, вокруг Сахалина мы ходили, там были и вулканы, и даже видели белых медведей, дельфины. Там много очень чего интересного. Так какое море самое красивое? Филиппинское, скорее. Почему? Потому что оно, ну, там вообще жара стоит. Мы когда туда только зашли, сразу под утро, под 40 градусов жары было, только спасали кондиционеры нас, вода теплая, соленая. И когда было, мы проходили, когда Охотское море еще, потом дальше, мы у нас проходило оморячивание было. То есть мы пили морскую воду. Так, морская вода не самая приятная. Ну, больше ничего не делали, да? Я так понимаю, эта вся процедура на этом заканчивается, оморячивание. Ну, отморячивание посвящается, посвящается в моряки. То есть ты уже, можно сказать, как моряк среди своих на корабле. Свой среди своих. Традиция на флоте. Вообще, когда только ступили на корабль, какие впечатления были? Помните? Ну, по-разному у каждого. Большой корабль, много интересного. Надо все посмотреть, успеть. Куда бы сходить, где что находится, как там на ходовом, посмотреть, где управление, все, двигателя. Тоже все очень интересно. У морских пехотинцев какие-то страхи есть вообще? Было в какой-то момент страшно, что сейчас вот это вот вам на полтора месяца предстоит? Да ничего особого такого страшного не было. То есть все товарищи рядом и люди дружелюбные на корабле, также экипаж. Все помогали, все друг другу. То есть никаких проблем у нас особо не получалось. Годы-то на море разные бывают. Вам как? Повезло попасть в шторм какой-нибудь? Шторма были, конечно. Ну, все хорошо, благополучно вернулись, справились. Ничего серьезного. То есть, в принципе, все в штатном режиме. Так какие удивления-то все-таки? Что не срослось-то? Где пазл не совпал с тем, что говорили и с тем, что есть на самом деле? Не, ну на самом деле все очень было замечательно. Главное вот то, что планировался поход всего на один месяц, а пришлось задержать из-за того, что учения продлились. Вообще в рамках учений, я понимаю, что там не все, естественно, вы можете рассказывать, да? Ну, хотя бы вкратце можете рассказать, что вы вообще там делаете полтора месяца? Ну, кроме того, что управляете кораблем непосредственно. Ну, у сотой бригады была своя собственная задача обойти по своему маршруту и быть незаметным, и пробраться к своей точке незаметным и высадить свой личный состав. Вот так. Мы как бы были врагами, получается. А, то есть вы соперничали с другим, нашим же кораблем, да? С нашим же кораблями, да. Ага. А вообще приходилось кого-то встречать представителей других стран, например? Ну, во время обхода Южно-Китайского моря там были, ну, многие также большие корабли, которые перевозили также технику и грузы, ну, тоже очень интересно. Видимо, там какие-то имеются большие порты рядом, ну, то есть тоже интересно. Также рыбаки видели маленькие лодочки, которые ровили рыбу там, руками махали, ну, тоже интересно. То есть все приветствуют, да? Ну, конечно. Вообще, как старшие товарищи к вам относились? На корабле вы же были, я так понимаю, не одни, да? В любом случае были, да. Ну, автосы были, экипаж был, офицерский состав был. Но все относились доброжелательно, ничего плохого. Вот смотрите, до этого вы учились три года, да? А здесь всего полтора месяца. Какой опыт? Ну, это, конечно, сложно сравнивать, но все-таки какой опыт более оценен? Ну, в каждом, во время учения обязательно, главное, практиковать свои знания. За три года у нас проходили разные дисциплины, которые сводили, то есть связаны с техникой, с кораблями. И вот сейчас нам дали возможность это все увидеть практически, потрогать своими руками, можно сказать. Ну, вот честно скажите, восторга-то больше, когда трогаешь руками, а не когда вот она. Ну, конечно. Ну, это хорошо. Команда проверяется? Сколько у вас человек было, курсантов? У нас было 29 человек, и нас разделили на две группы. Одна группа состояла из 15 человек, и другая из 14 человек. Ну, то есть, я так понимаю, вот вы конкурировали как раз, да? Мы были на разных кораблях, просто мы выполняли одну и ту же задачу. Как сказывается это на отношениях внутри коллектива? Потому что, насколько я слышала от людей матерых, которые вместе плавают по морям достаточно длительное время, они говорят, что отношения проверяются просто необыкновенно совершенно. Нет, ну, конечно. Ну, среди вот своей группы на моем корабле у нас было 15 человек, и других товарищей уже не было. И, то есть, с экипажем, кораблем, ну, с каждым в нем все ближе и ближе знакомились, и, то есть, уже стали как настоящие товарищи. С некоторыми даже, я бы сказал, то есть, познакомился, обменялись номерами телефонов, там, может, увидимся когда-нибудь в дальнейшей жизни. Вот, кстати, представляете, как ваша дальнейшая жизнь будет складываться, хотя бы в планах, в мечтах? Что у вас есть в планах? Ну, конечно, закончить училище. Ну, осталось немного. Немного осталось, и дальше служить, и карьеру свою строить. Есть желание попасть куда-то, в какую-то определенную точку? Ну, вы сейчас, опять же, поездили, посмотрели. Ну, у меня есть огромное желание попасть в Кокеянский вход, туда же, вот, где мы еще сейчас были, в Приморском крае. Я сам с Приморского края, и желаю вот туда попасть. Ну, там уж как судьба называется, решит, как распределять, да? Ну, да. Ребят, я вам от всей души желаю, естественно, и закончить с отличием, и распределиться туда, куда хотите, ну, и обрести как можно больше друзей на этом вашем непростом жизненном пути. Спасибо вам. Ну, все, спасибо большое. Я напоминаю, что вы смотрели программу «В центре внимания». У нас в гостях сегодня были Анатолий Грань и Аркадий Крупин. Это курсанты-двоку третьего курса «Морские пехотинцы». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова